Как удобно? Я говорю без микрофона или микрофона. Как слышно? Нормально? Окей, тогда мы с микрофона. Скажите, что у него есть микрофон. Хорошо. Я говорю, что у него есть микрофон. Как лучше. Окей, давайте с микрофоном. Я стараюсь с ним получше общаться. Значит, тогда мы начинаем немножко с опозданием. Меня зовут Елена Коркина. Я сотрудник Центра интересных социальных исследований. И мы здесь сегодня... Собственно, Центр интересных социальных исследований организует сегодня эту дискуссию. Мы немножко с таком... Во-первых, мы будем говорить, что они с нами вместе это все делают. Спасибо большое. И второй момент это то, что... Я коротко скажу, в рамках чего это происходит. У нас есть проект довольно большой, на котором мы получили диссидентский грант в этом году. И одна из них это вот дискуссионное такое кочующее пространство, которое кочует с места на место. Если кому-то интересно посмотреть, что такое там есть еще и вообще-то эти соцсети, есть сайты и соцсети, можно это сделать. Значит, почему дискуссия и вообще с чего это немного началось? То есть для нас, наверное, больше история во многом не как для организации, как для жителей города, у которых, в общем, часто возникают такие же вопросы, как, может быть, возникают людей, присутствующих, собственно, как бы, а что со всем этим делать, когда в городе потихоньку деревянная архитектура исчезает, и уже нет смысла дискутировать о том, нужно ли соединять ее или не нужно. Здесь, скорее, вопрос стоит, собственно, можем ли мы что-то сделать, помимо того, что есть уже. И свою организацию, программу нашу, мы, скорее, сейчас используем как такой ресурс, ну, как бы, инициировать некоторые обсуждения. И поводом еще огромным стало отрасто, которая, наверняка, все в курсе с выводом из реестра, мы все имеем в виду, как мы дома рассушены. И на прошлой, по-моему, неделе был пикет. Я напала на пикете, и меня, ну, не то чтобы сильно удивило, но все-таки это был такой странный резонанс. Сотни подписей и петиции в сети, да, какие-то много рассуждений, и буквально, я не знаю, может быть, 15-20 человек, из которых большая часть это журналисты. И вопрос здесь не в том, кто виноват или кто молодец, а кто нет, но вопрос, наверное, для меня был в том, как это работает, почему это так, если есть люди, которых это интересует, что-то мешает им в это включиться, они не знают, куда прийти, они, ну, то есть, в чем здесь проблема. Собственно, вот с этого все началось, и сегодня мы, ну, наша, как пропозит, попробовать слово об этом говорить, да, эта тема, возможно, во многом навязана в зубах, но как бы без разговора ничего не начать. И, Миша, ну, я все-таки рассматриваю сегодняшнюю дискуссию как практический шаг, как мы так строим. Почему? Когда мы связывались с коллегами из разных городов, готовились к дискуссии, к дисборке, в том, и так далее, и везде, можно говорить, что тут как раз продвинут, в смысле, вольду за сохранение памяти, за сохранение среды, среды городской и так далее. Ну, существует это представление, на том, что уже полвека у нас действительно возникает и общественная акция, общественная протеста, в конце 60-х годов, в начале 80-х годов были очень бомбные дискуссии. Как что помню, тогда уже обозначился, вот, обозначился один, я бы даже сказал, порог наш в этой теме, в этой теме, в которой отнял очень много сил и, наверное, лет решения проблемы, потому что был разговор очень профессиональный тогда и убедительный про ценности статическую деревянную зодчество, историческую ценность, это в наследие в ответ, была непролежимая аргументация про условия жизни людей, про развитие города и так далее. И вот это непонимание, да, что вы говорили из разных, как бы, миров, из разных языков, оно, в общем, затянулось на годы, сейчас эта ситуация, слава Богу, ушла, и людей, понимающих ценность деревянной исторической среды, не только деревянной для Иркутска, достаточно много, вот, и только среди профессионалов, но ситуация вот эта, как соединить эту общественную заинтересованность с профессиональными действиями, и ситуация, и вопросы о том, как соединение наследия с развитием будут, эти вопросы остаются, и здесь шаги нужны, и, собственно, сегодня наша цель обозначить, что есть здесь возможное взаимодействие профессионалов и заинтересованных людей, какие шаги можно сделать, и в идеале подойти все-таки к маршрутной карте, поустраивать на поле системного взаимодействия, для того, чтобы осуществлять свое право на выбор. Я еще коротко скажу, что мы сейчас перейдем в интервью лампе, три минуты, пять спикеров, четверо, ну, реально, пятого, на всякий случай, на проблемы с сетью, зацесали на запись, но он будет готов к честно вопросам, если таковые будут, и еще один момент, два вопроса, которые просто свечи закинем, потом спикеры говорят, потом мы переходим к обсуждению и вернемся к этим вопросам. Первый вопрос, условно говоря, профессионалам, экспертам, которые работают в этой сфере, так или иначе, чего вам не хватает, чего бы вы хотели видеть в качестве партнерства, помощи, взаимодействия от горожан, второй вопрос зеркальный, горожанам, что вам мешает включиться в эту историю, и, может быть, чем бы профессионалы могли вам помочь, для того, чтобы вы как-то более активно, так скажем, попробовали более действенно в этом участвовать. Ну и... Да, но сначала у нас были вопросы конкретно к спикерам, так, где они могут профессионально помочь. Последовательность была обозначена в новости, мы просили первым Алексея, чертила, да, то есть мы пройдем сейчас по прояснению ситуации в целом, и пониманию механизмов, которые делаются. Алексей, пожалуйста, можно вопрос по... Да, введению. Введение, да. Введение, да. Введение, да. Введение, да. Введение, да. Когда закончилось. Вот сейчас первым спикером по 7 минут на ответ на первые вопросы, потом по 3 минуты у каждого спикера для того, чтобы ответить на вопросы из аудитории, если будут, да. Затем, и завершаем мы 8 месяцев. 8-30. Алексей, пожалуйста. А. 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 удобно осветить саму ситуацию какова динамика исчезновения какие есть еще в зоне исторической среды да вот так вот правильно обозначали что у нас в свое время активность появилась опять же в советские годы 50-е годы происходило я сразу подозначу, почему оно не произошло у нас были очень сильные общества на базе этого общества благодаря этому обществу хронотамити появился хронотамит это очень сильный и обещательно успокоился потому что работал в людьмом направлении наступили людей времена, советский союз растался, 90-е годы и так далее и так далее и сегодня хронотам другой стал он выполняет те функции, которые выполнял, например, те же 90-е годы 80-е годы и поэтому вот эти сбои начались механизм, который сегодня существует например защиты памяти посредством включения списка он тоже присутствует потому что есть законодательская такая возможность распоряжаться объектами еще не включенный список реестров на осмотрение недоброжелателей памятников или заинтересованных площадки, которые ненавидят эти памятники это происходит очень просто схема банальная для того чтобы включить реестра надо сделать научно-исследовательную документацию надо сделать столь культурный секретизм или документации или объекты которые претендуют для включения и таким образом это будет договариваться просмотр на включение в реестр вот в Иркутске все происходит наоборот благодаря этой механизме происходит не включение в реестр официально только на памятниках отказов отказов в включении в реестр вот это все вопросы общая какая сейчас ну опять же правы наши соседние коллеги которые знают в Иркутске у нас на самом деле более-менее было гоноденка от места других регионов еще хуже ну у нас например один из первых город получил автор получил уже в новом времени статус исторического поселения один из первых получил домный охран и защитные среди мощные эксперт у нас состав советского реван так вот первые очень опытные специалисты они действительно передовые специалисты на самом деле есть а вот общественное вот это движение это правда и сегодня по университетам одна треть объектов из списков выявленных объектов они исчезнут этот список а сколько ну сейчас вот называют цифры из них две трети это неизлученность полных неизлученность объектов в разной статусе предварительные списки выявленные там и сегодня осталось две трети точные исчезли почти половину точные исчезли в разных статусах есть объективные вещи которые не сильно связаны с тем что неизлученность полный не позволял выбрасывать если достойные достойные исключили но большая часть исключается по другим поводу какие зоны остались где сохранение исторической семьи все которые раньше ну из деревянных зон наследие это те же самые декабристов арбуз 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 перестала быть цельной улицей как заповедная армия это делается без общественного обсуждения без включения экстрата делается все в порядке а будьте добры вот ну вкратце конечно расскажите вот предысторию которую ввелась работа валерий трофимовичем щербином лет 40 назад вот как раз по составлению по спортизации чем это закончилось и на сегодня как это все в каком виде осталось и второй тот же вопрос вот по моему лет 10-15 назад шла какая-то странная судебная тяжба между мэрией насколько я помню и обществом охраны там по моему в лице красной вот там тоже что-то шло какая-то тяжба по поводу выведения вот этих памятников и так далее вот можете сейчас вот это как-то ну группа щербина это лаборатория антизации памяти от фаркетуры она была создана вместе с двумя лабораториями историческое обладание они выполняли год заказ как раз на выявление изучения наследие каким-то используется конечно все материалы которые были наработаны восьмидесятых начало тринадцатых годов они сегодня хранятся в архиве службы охраны политика и используются на работе а потом это было как-то оспорено мэрией нет там другая была история когда связано было с разработкой нового генерального плана города и в а там 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 еще я не все у нас очень похожи и страны мира есть правительство которое если решает заниматься памятниками то создают полномочий и практически везде это как полный камень вон туда, на вторую кнопочку справа наверх, наверх, правее и здесь кнопки иногда рычаги и подобные структуры существуют и в России это правительство отвечает за всю организацию дела охраны памяти создали специальный полномочий орган в России Министерство культуры Российской Федерации подобные структуры и в области нашей есть правительство которое отвечает за все для этого он создает специальный полномочий орган охраны памяти в данном случае Министерство культуры и в области при нем и параллельно существует служба охраны это государственная часть охраны памяти специальный полномочий орган от власти действует с помощью многих регионов создан центр сохранения наследия есть только культурное наследие которое выполняет государственный заказ службы охраны памяти премьерой программы культурные условно говоря и осуществляет ее реализацию посредством передачи заказов проектных заказов других заказов центр сохранения наследия контраке и так далее обычная система но она я часто слышу такая раздутая непонятная система она не раздутая у нас еще сегодня раньше не хватает например государственных подрядных организаций институт государственных как и раньше спец регистрация росли собраться у нас существует у нас нет научно-исследовательского института государства на эту тему то есть мы еще недоразвитые параллельно с этим существует общественная организация самая древняя муниципальная муниципальная организация молодцы город создали муниципальную структуру магетства развития памятников это хозяйствующий субъект который занимается раскруткой заказчиков на то чтобы привлечь инвестиции а потом реставрация ими передается собственный собственный и существует еще целое задействие комплексное развитие территории Сергей Раскордеев проект который появился в пуске по-моему это окружение ну и существует основание героевого закона лицензированной организацией которые занимаются проектной или производственной деятельностью и они берут комплексные лицензии выполняют и то и другое здесь показаны только те которые на полу сегодня рецензий на самом деле много специально ограничены и общественная организация это самое древние 50 лет вспомнилось общество права памятника все российские пускай деревни по россии и несколько лет назад выпуска все ясно по спасибо так тогда мы передаем и вопрос как раз вопрос о том как осуществляется это поведение памятника то есть как работает механизм и он скрывался бездействия земля и недвижимость спекуляция является наверное второй по прибыльности сферой после наркотиков и торговой человеческой морской понятно что повторить поэтому понятно что интерес к земле прежде всего которая применена памятниками он основан на том чтобы избавиться от этого субъектов такого избавления два первое это государственные органы потому что туда и в думу и в правительство идут люди для того чтобы защитить свой дом я не открою вам эти тайны и в депутатский корпус идут люди чтобы защитить свой бизнес и использовать преимущество власти для конвертации ее в деньги и органы государственной власти идут с теми же целями поэтому один из субъектов это государственная власть и по естественно неподтвержденным данным оттуда поступает в негласную продаванию службу например вывести там 40 объектов решающих организации каких-то крупных комплексов программ проложить дорогу пошире сделать какой-нибудь развяз то есть проектные решения делают с таким образом не таким образом чтобы учесть сложив ситуации найти компромисс а так учили проектировщиков по линейке в годы советской власти второй субъект это частный бизнес потому что в свое время в летние 90-е годы он расхватал эту землю именно для того чтобы извлечь из нее прибыль все эти годы это висело премиум на его капитализации вот по мере возможностей когда появляется ситуация когда им удается договориться представитель бизнеса идет в органы власти договаривается опять же по слухам договоренный стоит вот трех до пятнадцати миллионов рублей о том что он освободит этот участок вот обременяющий деревянные застройки после чего служба получает распоряжение присмотреться к этому объекту и дать зеленую линию на выведение из списка а служба какая что за служба служба по охране объектов культурного наследия в Иркутской области находящейся в подчинении правительства Иркутская область она ключевой орган который сегодня на территории города Иркутска и других городов области принимает решение о судьбе памяти или о судьбе выявленного объекта который тоже на период пока он болтается в одном списке находится в охранном станке после чего он ищет эксперта иногда на это идут и местные эксперты иногда по принципиальным соображениям вот им не нравится память они считают что это не память или просто деньги на зарубку в тех случаях когда объект действительно представляет себе очевидную ценность и иркутские эксперты отказывают то находится зарубежное два слова это специальная очень профессионально значимая категория потому что таких людей немного они должны получить аттестацию сдав довольно сложный экзамен в Москве министерстве вот этот аттестованный эксперт нанятый со стороны понятно что он нанимается под совершенно определенный вывод этого акта государственной экспертизы который он должен составить документ который ведет этот объект список государственный реестр список памятников и тем самым сильно осложнить судьбу этого участка и этого бизнеса и экспорты и служба насобачились очень грамотно заниматься этой замечательной работой формально все стоит настолько точно что не подкопаться формально а именно собственник на полном основании заказывает любому эксперт он имеет на это право акт государственной экспертизы эксперт у вас есть очень интересно отвечая на ваш вопрос критерии исключительно профессиональные и исключительно морально-этинические других нет поэтому они сейчас вот последнее заключение Куваевы которое вывела дом рассушена из списка памятников опрекая его тем самым нам рассчитали отлично составленное заключение и перечислены все достоинства памятника все исторические материалы которые ей предоставили там сцены службы и так далее были открыты к содержанию самого документа подкопаться невозможно мы пытаемся составить иск министерства культуры с просьбой лишить ее аппедитации но подкопаться к самому задержанию невозможно вывод она делает недостой все на основании чего она делает ничего нет такого нигде невозможно задать законодательному зрению на основании чего я аттестован эксперт я так считаю точка что арифметическая формула не существует нет я продолжу там еще 7 минут дальше заказчик этого акта государственной экспертизы передает его службу служба его принимает и вывешивает его для публичного обсуждения это называется собрать предложение общественности общественность предлагает убрать этот акт вообще с рассмотрения потому что первый вариант акта Буваева вообще ничему не соответствовал там не было научной полноты в общем он не соответствовал даже федеральному законодательству его потом служба отправила на доработку вот она уже с нашей помощью научилась все теперь делать с грамм дальше в течение нормативного срока поступает куча вот этих замечаний которые критикуют хвост и криво это так доказывает что не может быть после чего служба составляет так называемую справку предложения она пишет вот такие то были предложения и точные честно так же как Буваева все перечисляет мы их учли и принимает решение об исключении даже прокуратура формально либо не может либо не хочет прорваться сквозь эту абсолютно точно выставленную процедуру и начать оценивать содержание и говорит но у нас нет специалистов я считаю что город Картус заслуживает того что в прокуратуре появился специалист который мог бы оценить соответствие закону действия службы в прокуратуре появился специалист который мог бы оценить на соответствие закону действий службы не по формальным признакам бумажки переложили из одного в другую получив определенную резолюцию а по содержателям поэтому прокуратуры не находят здесь нарушений распоряжение принято опубликовано на следующий день как правило выезжать вот такова процедура радостная рассушена не снесли потому что была встреча с собственниками там присутствовал разумов зачертилов и я мы договорили что в течение двух недель мы будем с ними проводить сближающие позиции переговоров позиции правда не сближаемых но во всяком случае на две недели это отодвинуто а там глядишь что-то и до чего-то мы с одержателем договорились по их словам они любят город они не будут вас носить берите уносите пальцы в этот момент я захлакал а мы изменим образ на перечень да ну некрасиво вот знаете мы бы посмотрели некрасиво главное крыльничек пожалуйста мне бы хотелось громче мне бы хотелось просто для понимания понятно что они оспаривают основания исторической ценности на каких то основаниях эти данные попадают или что это архитектурная особенность и планировка или просто какой то историческое значение какие основания оспаривают в рамках влажности и не важно качестве памятника я скрепила критерии на самом деле существует, это историческая ценность, фемариальная ценность, физическая, культурная. Алексей Константинович, не в этом вопросе. Сейчас, секунду. Городостроительная, и вот когда честный эксперт это пропишет, там нет другого варианта, как написать, что это является ценностью, а поэтому должно быть включение в сюрприз. Там и другой эксперт, который не допрокачественно работает, не допросовет сна. Он эти же критерии отписывает, и под каждую такую ценность, естественно, они на каждом мере не поставляют. А может не принять критерии, потому что вы все понимали, что... Все, а теперь давай я отвечу. Нет, не можем привести, потому что это есть профессиональная квалификация. Эти люди для того и проходят довольно сложный экзамен на аттестации в министерстве, что они потом могут делать. Личное, профессиональное, а объективное заключение. Нет критерия, в котором они должны... Ну, там есть какая-то, но они не важны. Все? Они уже есть критерии оценки. Он сам критерий оценки. Он проработал эти материалы и оценил. Можно, как я услышал вопрос, Маргаревич? Да. Я, если правильно понял, что когда ставили памятник, делали какие-то одни критерии, поставили, а потом сняли на основании опровержения типа тех критерий, подожди, Маргаревич. Маргаревич говорит обратное, что когда снимали, написали все то же самое, только сказали, это не памятник. Нет, не слышите. Сделали то же самое. Там были такие же критерии, которые говорят о красоте, не знаю. Те же слова. Те же слова, только вывод другой, и все. И никто не оспаривал какую-то незначимость, какого-то критерия. Хорошо, что мне удалось это объяснить. Нет, но Маргаревич, тогда получается тот эксперт, который вносил, если на этот памятник попадался, он не был квалифицированным таким образом. Он грустит. Кто из них прав? Он тому же тоже свои критерии. Он грустит. Он грустит. Чего вы хотите еще от меня услышать? Таня, он грустит. А он идет? Более того, Прокудин написал, потому что он с этим объектом работал, он написал еще одинако о включении. С теми же самыми материалами, ну добавил еще большой весомый кусок. Служба формально это так приняла. И вывесила его для общественного обсуждения. Вот мы ждем, что произойдет, когда истечет срок, потому что теперь, по идее, служба должна рассмотреть и сказать, ну что, ну, это включаем. Спасибо. Спасибо, я думаю, больничный субтитр вопрос. У меня вопрос ко всем присутствующим. Кто знает, что вытяните себе, кто же вынесен из списка? Это, кстати, иркутский местный эксперт, Гурьевская, Людмила Михайловна. Все героев знали. Людмила Михайловна, чтобы знали, героев да. Это реставратор, аттестованный, как реставратор, аттестованный, как госэксперт. Я тогда расскажу, почему мы начали уходить в плоское взаимодействие с общественностью. У меня достаточно хорошая, красивая команда юристов и специалистов. У меня собственная компания, которая имеет лицензию, на проектирование строительства, то есть мы в материале находимся очень хорошо. Когда смотрим о том, что, ну, знаем, хорошо, 73-й закон, требования о реставраторах и так далее. И когда понимаем, что на рынке происходит что-то необычное, то мы, понятно, первая реакция, идем, обращаемся в надзорные органы, а таким и является наша служба по охране памятников. Если объект является федерального значения, это является представительством Министерства культуры. Служба возглавляет у нас Евгений Михайлович Корниенко, федеральное представительство Министерства культуры Ташаклина Витальевна. После этого, если мы оттуда получаем недовлетворящий нас ответ, мы идем в прокуратуру, которая надзирает за обоими этими органами. И если нас ответ прокуратура тоже не устраивает, то мы тогда идем в суд. Имея огромную практику взаимодействия со всеми органами, мы выделили закономерность, что, к сожалению, не законы определяют то или иное поведение госорганов, а наличие или отсутствие общественного мнения в городе. И это, ну, как бы, когда мы пишем в службу письмо, что там происходит какое-то нарушение, они говорят, ну, вот, Дмитрий Иванович, понимаете, такое дело, у нас есть мнение. Ну, это как-то понятно. Когда прокуратура пишет в ответе, что, ну, вот, понятно, что закон нарушен, но выйдет в суд, ну, что тоже для меня, у меня большой опыт жизни в Петербурге, 15 лет. Ну, и, то есть, я понимаю, как общество, как устроен механизм, да, в Петербурге, и тому примером является позиция горожан в отношении башни «Газпрома», которую планировали строить в центре города, построить ее сейчас за городом. И это было только достояние общественности, никого более, потому что административный ресурс там был самый высокого уровня. Так вот, меня, конечно, смущает, что чем дальше к Азии, глубь Азии, тем меньше закон не исполняется. Но шоком для меня было, когда нам в судах стали объяснять, что, ну, а что, да, нарушен закон, но вот есть мнение. Поэтому мы, помимо компании, которая занимается сегодня привлечением инвестиций в реставрацию, проектированной страцией, создали общественную организацию с Алексеем Петровым, он здесь тоже присутствует, все его хорошо знают, даже больше, чем меня. И мы создали эту общественную организацию, которая стала отстаивать, значит, в судах, на пикетах, вести пропаганду. И, поверьте, мы понимаем, что мы столкнулись с ситуацией о том, что без общественности никуда. Ну, вот я услышал там, не знаю, Ленову, мы друг другу не знакомы, были до пикета, о котором мы говорим, по бульвару Гагарина, по объекту Гагарина 32А, возле службы, что на пикет пришло только журналисты, и более того, пришли люди, которые не выпадут деревяшки. И это меня тоже звучит, потому что в общественности, ну, вот, наверное, вам слово беднее, сегодня бытует мнение, что деревяшки в Иркутске не нужны. И сегодня деревяшки беспокоят только тех людей, которых у них проживает, и они их хотят снести, сами люди, потому что они понимают, что программа по расстрелению ветхого оленяного жилья в стране свернута, это была федеральная программа по 185-му федеральному закону, что перспектив у них переехать на хороших условиях нету, куда-либо. И, конечно же, на пикет приходят люди, которые, наоборот, нас говорят, «Митя, что ты не то говоришь, их надо все снести, потому что мы ходим в туалет на улицу, за водой ходим на колонку». А те люди, которые все устраивают, они живут в благоустройном жиле, они не понимают ценности. И для меня шокирующая ситуация, почему общественность города Иркутска, общественные организации, люди, ну, настолько, ну, не образованы с культурной точки зрения. Почему город наш, который прославляется в Жюливерне, если вы посмотрите, в Жюливерне единственная книга про Россию, это книга про Иркутск. Почему люди, которые, великие люди, там, советского периода, русского периода, восхваляют наш город, а мы говорим, что это отстойно. Поэтому наш общественный вариант, помимо того, что проводит пикет и выступает в суда, мы еще ведем огромную просветительскую работу. И если правильно я понял заказ со стороны Михаила Ильяны, чем мы вам можем быть полезны в вашей борьбе, вы не можете нам быть полезны как юристы или как там специалисты. Для этого, как уже раз, не раз говорилось, есть специально рискованные люди, и мы эту работу ведем. Нам нужно реально общественное мнение. То есть, ну, может, я скажу банальность, но нам нужны люди, которые любят этот город. Понимаете? И вот в нашем коллективном разуме такое понять, мы должны оценить, а мы не можем это оценить. И неважно, ты бизнесмен, который ты чем-то занимаешься, мы хотим изменить в тебе имидж, вкладывать деньги не в пластик и бетон, а в дерево, да? Как ни странно, вот это понимание есть у приезжих людей. У китайцев, у москвичей, у людей из Красноярска, у меня сейчас гости гостят из Красноярска, они ходят просто с открытым ртом. А мы, к сожалению, у нас глаз замылился, нам кажется, что, ну, наверное, так и должно. Поэтому мы хотим и привлекаем сейчас, допустим, с федеральными блогерами, ведем разговоры, мы реально хотим привлечь внимание, в первую очередь, горожан, и рассказать, на каком прекрасном городе мы живем. Потому что в северах Куйской области этот город только наш. Я сам родом из Саянска. И Саянцы гордятся своим городом, что они его там 40 лет назад построили, и им особо гордиться-то нечем в истории короткой. То они гордятся. А енкутянам, которые стоили в 350 лет, они, допустим, построили, ну, как пример для меня, прошлое шокирующее. И в Ленинграде у этого никогда не произошло. Я уверена, столько оценив, когда построили теоретальный квартал на Высшем Погосте, где был похоронен первый генерал-губернатор. Ну, если я врублю, он же меня поправит, может, не первый. А вы был губернатор в любом месте, по-кроверному там, где баба состоит? Ну, хорошо, но, тем не менее, 100% там было кладбище, потихонечку все строили, и никто не пришел и не сказал, что же вы творите. Ну, может быть, кроме конфессий, которые тоже почему-то быстро смирились, сказали, ну, ладно, может быть, и не было здесь никакого кладбища. Ну, то есть, понимаете, мы реально уже стали строить на костях. И это, я считаю, что нехорошо. Поэтому наш заказ вам, люди, которые не являются профессионалами, нам надо всем рассказывать, насколько важен и прекрасен наш город. Пожалуйста, вопрос. Дмитрий, скажите, вот театральный квартал сильно, замечательно, что этот пример приведет, потому что там явно бизнес-интересы за этой историей стояли. А могут быть реальные бизнес-интересы за неравным отборством? Нет, ну, конечно, могут, да. То есть мы ведь там лично, я веду переговоры с крупным бизнесом, московским, американским, китайским, которым рассказывал, что надо инвестировать в этот город, показываем экономическую привлекательность. Понятно, что существует ряд, ну, так сказать, сдерживающих факторов, которые мы тоже решаем совместно с администрацией. Я не могу сказать, что нас никто не слышит и не видит, да. Вот вчера прошло у Соколова директора департамента в городской администрации. И они готовы там рассматривать на сентябрьскую сессию в Думу выносить первые ГАЗТ на комплексное освоение. Ну, конечно, где бы не пойти маленько, то есть это принцип, который существует в обычной застройке, но невозможно пока применить по ОКН. Но вот мы выходим с инициативой в измене 73-го федерального закона. Мы ведем эту работу. Просто я боюсь, когда мы причешем законы федеральные и городские, нечего будет уже сохранить в этом управлении. А сегодня я считаю, что мы реально стоим, а то, о чем говорит Марк Григорьевич, мы стоим на пороге. То есть сначала построили на костях театральный квартал, сейчас снесли набережную, которая не такая уж большая у нас там, все там домов 5-6 осталось. И мы можем пройти точку невозврата, когда наш город будет похож на Амгарск. Тоже неплохой, кстати, город. Но только они его строили в лесу, а здесь мы строим на историческом месте. Я на всякий случай расшифрую ОКН, это объекты футбольного населения, да? И РЗД это развитие застроенных территорий. РЗД развитие застроенных территорий. Хорошо, потому что, наверное, будут употреблять. Вопрос нужно еще. Пожалуйста. А скажите, какая роль главного архитектора города? Насколько я понимаю, ведь за его подписью происходят все строительства новые. То есть, ну я не знаю, насколько он как бы принимает участие в сносе, но то, что на этом месте должно быть построено, идет за подписью его. И вот тут личная как бы его воля вполне возможно, что может как бы остановить вот это вот. Я, кстати, в Москве работал в этом городе вице-мэром. Это был 2009-2010 год, 2013-2014 год. Три или четыре года сейчас не поможет. И это у нас в городе есть, однозначно есть главный архитектор. Но я в своем мастер-ду сейчас не знаю, кто у нас главный архитектор. Потому что власть так устроена в городе и области, что человек, принимая решение, он один. Либо это мэр, либо это губернатор. И он определяет. Главный архитектор технически, который, как мне кажется, ну и судя по тому, что происходит в городе, не может вести сопостоятельную политику определения принципов градостроительства и еще чем-то. Подписать, не подписать он может? Нет, он не может. Работает, не работает. Если не подписывает, то не работает. Вот это у меня достаточно. То есть речь идет о совести. Речь идет о системе координат, в которой сегодня работает действующая власть. О чем мы говорим, говоря о общественности? Мы хотим построить гражданское общество. Об этом, по крайней мере, говорит президент. Я не знаю, о чем говорят губернаторы мэр. Но, к сожалению, у нас нету гражданского общества. У нас в городе тоталитарное общество. В области тоталитарного общества. Вот у нас есть Евгений Михайлович, руководитель службы по охране памятника. Он смотрит в глазах. У него слезы текут. Он может сам, как специалист, и хочет оставить в реестр, включить в реестр Буглар Кергалин 32-А. Ну, реально хочет. Он же специалистом понимает, что это значимо. Но люди, которые его просили подписать документы о выводе, он им отказать не может. Потому что завтра у него семьяка. Он может ипотеку, я не знаю, какие-то другие проблемы. Он будет уволен. Ну и прекрасно. Он не готов уйти на улицу. Поэтому он подписал приказ и ушел в отпуск сразу же. Теперь я знаю, к кому можно непосредственно персонально предъявлять претензии. Спасибо, вы ответили. Пожалуйста. Простите, а можно вот небольшую вежливку на счет? Можно и реплики потом. Нет, можно и реплику, но только мне, знаете, будет комфортно, если кто-то представлялся, потому что я реально не понимаю, с кем говорю. Но не все, к сожалению, знают. Меня зовут Людя. У меня просто вопрос о поводу, что я писал. Каково поводу? Каково объекта памятника Раскушина? Вот у меня было желание прийти на этот пикет. Вы не забывайте, чтобы вы его сделали в пятницу в рабочий день, в рабочий время. И при всем уважении я просто не смогла уйти с работы, чтобы прийти на этот пикет. И, с одной стороны, я принимаю, конечно, замечание из серии было бы желание. А с другой стороны, просто, ну давайте, если мы организовываем такие моменты, мы будем как-то понимать, какие риски существуют в таких ситуациях. То есть все. Хорошо, у нас в этом будет дальше говорить. Я думаю, это вопрос ректорический счет. Стави, вот он. Друзья, я тоже хочу быть ко мне снисходительным, потому что мы тоже начинаем. Мы с Маргей Георгиевичем когда объявили о сборе подписей, мы за неделю собрали тысячи подписей. Мы уже сейчас понимаем, что что-то маленькое, но здесь не так, здесь не так. Поэтому, конечно, будем учитывать. Хорошо, что вы нам приментируете, что когда лучше соберет, когда... Мы там, наконец-то, сделали сайт наследие-иркутск.рф. Там вот сейчас собираем сторонников, потому что понимаем, что многие просто не знали о том, что мы где-то проводим. Поэтому вот сейчас я поставил задачу, носил Алексею Петрову, поставил задачу максимально собрать базу данных. Кому-то успел позвонить, кому-то забыл, что была рассылка и так далее. Поэтому я думаю, что мы наше движение разовьем в ближайшие полгода, и оно будет более эффективным. Потому что мне тоже многие звонили, когда увидели меня уже по телевизору, что-то нам не сказал, мы тоже пришли. Поэтому мы понимаем, что мы в самом начале, я думаю, что мы будем более эффективны дальше. Это первый результат сегодняшнего рассылка. Спасибо, Дмитрий. Так, Сергей Майоренко, пожалуйста. То есть руководитель Иркутских кварталов. И вопрос о том, насколько у проекта Иркутских кварталов может стать таким ресурсом действительно для общественной мобилизации по поводу сохранения исторического наследия? И что получается у вас с общественной мобилизацией? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я как-то, видимо, без презентации коротко скажу на те вопросы, которые передо мной организаторы поставили. Что мы пытаемся делать в Иркутских кварталах? Мы собрали, мы сделали попытку сделать у большой территории единого субъекта. Когда крупный субъект формируется, то мы можем делать то, что не может делать отдельный собственник, заинтересованный только в своем объекте, и не может делать город, потому что у него на весь город проблемы. И мы пробуем как бы у этого субъекта, вот Иркутские кварталы, найти механизмы, которые как раз и синергию формируют и у города, и у собственников, находящихся на этой территории. И как раз вот этот масштаб проекта, например, позволил нам сделать тот же самый посадник. То есть скинули собственники, мы организационно поддержались, тоже за счет проекта какие-то инвестиции в это произвели, провели вот такой общественный акт. Больше 600 горожан включилось за несколько, ну вот три акции пока прошло, 600 горожан приняло участие. Около 56 домов мы сделали в таком виде. Можно критиковать, можно там что угодно об этом говорить, но на мой взгляд, они выглядят лучше, чем выглядели до этого. И мы просто консервируем, мы просто привлекаем внимание, и мы просто как бы даем горожанам возможность побыть горожанами, и организуем для этого все эти процессы. И мне кажется, что если несколько тысяч человек в это прикоснется, к этой истории, они более внимательны будут к тому, что Дмитрий говорил, и более живо будут отстаивать и ценить вот это деревянное злощество. Потому что ты пока не прикоснулся, ты даже разницу не замечаешь между наличниками. Ну я по себе даже скажу, я не скажу, что раньше сильно хорошо в этом разбирался, а когда ты много этого всего видишь, то ты начинаешь видеть какое-то разнообразие, какая-то культура вообще была, и какая ценность. Следующий момент. Такой крупный проект позволяет запускать механизмы экономические. Если город слабый, если территория не имеет экономики, если денег нет в территории, любые памятники в ней умрут. Хоть как-то заставляй, хоть как-то стимулируй, и хоть как-то забирай у собственников, которые плохо с ними управляются, эти объекты. Нет деятельности, нет экономики, памятники не на что содержать. Поэтому экономика города играет роль на создание памятников. Культура, конечно, играет тоже роль. Еще один момент. Что бизнес гораздо больше обладает ресурсом, чем любое государство. Если все памятники посчитать, их содержание, их восстановление, это будет очень большая цена. И, кстати, ради приличия можно как-то взять и посчитать. Просто взять квадратный метр и умножить примерно на среднюю цену реставрации, и это будет неподъемная для бюджета Российской Федерации цена. Ее невозможно будет решить эту задачу. И бизнес, даже на практике мы смотрим, больше вкладывается в памятники. Поэтому надо создавать условия для бизнеса, надо выбирать те объекты, которые может сделать бизнес, а государственно решать проблемы только с теми объектами, которые бизнес не пошел. И это тоже важный сюжет. Вот. Теперь как отбить от сноса. Я вижу только два таких сценария, как отбить от сноса. Это или вновь появленный статус передать объекту, или его включить в предмет охраны исторического поселения. Что мы сейчас начинаем экспериментировать. Все, больше я законодательных не знаю инициатив. И под тракторы там ложится. Это может не сработать, если законодательно это не объект охраняемого государства. Вот. Надо разбираться с собственностью на памятнике. Потому что собственность ограничена у памятника. И собственник получает целую кучу проблем. Сервисы сильно дорогие. И сами охранники своими нормами, своими завышенными ценами. И всем-всем-всем сами же и уничтожают объекты. Проектирование дороже, экспертиза есть там, сроки дороже, процедуры сложные, разобраться невозможно. И некоторые бабушки даже не красят свой дом и не трогают, потому что им охранники внушили, что ты вообще не имеешь прикасаться права к этому дому, потому что он памятник. Без нас. А если мы, то 4 миллиона за ремонт крови нам, пожалуйста. Вот она сидит, мы с ней разговариваем. Поэтому мы, ну как бы не мы, а вот люди, охраняющие объекты культурного наследия, создали такую систему, которая уничтожает объекты культурного наследия. И это важный момент. Я как бы за моду на объекты, что это становится модным, можно жить, и это все можно пропагандировать, прославлять там. Но это не один из инструментов. Это один из инструментов. Это не все. И все проблемы, конечно, не решишь этим. И важный элемент это поиск новых функций, новых форм и как бы применение объектов культурного наследия в современности. Если мы находим новые функции объекту, они современные, то это как бы это работает. Вот. И еще один момент, это баланс между развитием и охраной. В Иркутске, мне кажется, из-за того, что мы не точно определили, а что сохраняем, а где мы развиваемся, или мы не понимаем, достаточно ли плотности города вот при таком разряженном центре, может быть, знаете, может быть, есть вопрос о том, что невозможен современный город при такой разряженной плотности. Он просто не дает концентрации и не дает как бы ну вот этой вот современной ситуации, когда ты должен обеспечить сильное разнообразие, плотность коммуникации, там много всего. И это большой вопрос, его надо обсуждать, например, а с другой стороны мы точно за сохранением, но тогда давайте границы сохранения определим точно и на них тогда мертвым встанем все, ну что вот это. А так мы много лет вызвали, ну было там две тысячи памятников, то что ли, все конституции, и мы с легкостью там по несколько десятков в месяц там выводили. Понятно, у предпринимателей сложилась как бы культура, что я куплю памятник, и как-то все равно вымочу и выведу его. Не было жесткости, что он не выводится, все, ты как бы не покупай, покупай, не покупай, но ты будешь иметь дело с памятника. Вот такой формулы не было. Она сейчас как-то потихоньку начинает формулироваться. И предприниматели сто лет были в законе и садили вообще-то за это в тюрьму. Поэтому, ну что вы хотите от этих предпринимателей? Они еще не выросли культурно, они еще не умеют вести бизнес на тонких таких материях. Сколько вы? Минутка, а мне как раз. И про то, как рассказывать или вещать о том, какой-либо хороший город. Мне кажется, если мы научимся, вот у нас 30-й пример, квартал показывал пример, что на культурном наследии можно вести современный бизнес, заработать приличные деньги, быстро заработать. И если мы сможем создать условия, что объекты культурного наследия станут элементом современной жизни, они станут комфортными для проживания, для ведения бизнеса, они станут выгодными, то не надо будет никого уговаривать. Они сами захотят в этом участвовать. А если мы будем жить в туалетах, в неблагоустроенных домах и всем вещать, как круто, с памятниками жить, то будет диссонанс у людей в голове. И мы не сможем никого заставить там жить. Они будут гореть, они будут уничтожаться, они будут, ну как бы, вот все, что с ними сейчас происходит, с ними и будет происходить, это естественно. Мы создали такие культуры. Но не мы. Не мы. Можно я? Коротко задам вопрос. Вот мысли, которые никак у меня не сходятся у меня одно с другим, потому что когда говорят, что сохранение и деревяшки это про старое, а разве... То есть, когда я считаю деревянный дом и на его месте появляется, не знаю, пятиэтажное стеклянное нечто или двухэтажный кирпичный странный дом, это работает на развитие? Это точно работает на развитие? Есть ли вообще это противоречие и насколько оно абсолютно и есть? Знаете, я думаю, что вопрос такой непростой, да? С одной стороны, давайте, ну как бы, за сохранение деревянных зданий. Я говорю, просто надо определить границы. Какие дома сохраняются и все, мы твердо на этом стоим. Но, с другой стороны, на месте деревянного дома может возникнуть современный, не знаю, по каким-то законам сделанный новый, другой деревянный дом или более красивый, не знаю, более сложный или еще что-то. И я допускаю такой формат развития. Вот так, в тех местах, где это, ну как бы, не портит историю места и мы договорились, что в этом месте возможно новое. И вот в этом месте давайте создавать новые, вот как бы, по ценности, по сложности, по интересу, ну как бы, качественную архитектуру. Я за то, чтобы появлялись новые, качественные, архитектурные объекты. Просто нормативная документация позволяет людям сейчас строить сарай от пятиэтажных. Вот мы против этого. И, например, в Иркутских кварталах довольно детально проработали градостроительную документацию, чтобы сараи не появлялись. Сайдинг запретили, кто-то запретили, это запретили, это этажность ограничили. Там много, ну как бы, механизм начинает формироваться. Если это качественные объекты, он достоин, как бы, заместить, и он, правда, ценнее, чем то, что стоит на этом месте, даже если оно деревянное, давайте сделаем эти качественные новые объекты. Миниоретрика по поводу того, что Сергей сказал насчет туалетов, отсутствия туалетов неблагополучных домов и так далее. Вот дело в том, что это аргументация, которая еще была в начале 80-х, вся сухая активная, и, как бы, этой аргументацией ничего не противопоставляли, а человек, который живет в деревянном доме, да, и в культурном наследии. И много таких вполне это благоустроенные дома, хотя им более, им более стабильны. И, что представляет из себя ценность не угрож жизни в этих домах, да, вот эта история, она не звучит. И она сейчас недостаточно, наверное, недостаточно звучит. То есть эстетическая, историческая ценность это звучит. А то, что это возможность индивидуального образа жизни, когда дом и те, кто в нем живут, это единое какое-то целое, и можно дом расстраивать от себя и менять как-то от себя. В чем я согласен, совершенно, что может не шаг от охраны и своими ограничениями на землю, но своими требованиями. просто если планировка является предметом охраны, а там нет туалета, люди никогда там не сделают туалет. А еще на участке нельзя ничего строить, потому что охранная зона. Это сложный вопрос. Про образ жизни, мне кажется, что это должно перерастать в некоторую элитную, что ли, элитную, элитное жилье. Они тогда смогут позволить содержать себе памятник. Они смогут за ним ухаживать. И это дорогое удовольствие содержать частный дом, тем более еще с такими архитектурными особенностями в частной собственности. Михаил, выезжай из дома. Мне так кажется, что как раз это образ жизни для среднего класса, для фрилансеров, для специалистов и так далее. Тут решения какие-то другие нужны, которые позволяют этот дом поддерживать в порядке не только за счет финансов для тех, кто живет. Это вот я пытался про макроэкономику сказать. Если мы найдем экономику наследия в макромасштабе, то от тех инфектов, которые она несет, из этих средств собраны, условно, если хотите, то может быть с экономикю туризма и с иностранных туристов может быть какая-то индустрия туризма будет собирать какой-то налог, не налог, условно, который будет идти на реставрацию наследия, на котором туризм и зарабатывает. И что является предметом посещения города. Такие механизмы, мне кажется, самые правильные. спасибо. И у нас есть еще спикер дистанционный Дмитрий Москин за Петербург. Но я должен все-таки несколько предложений сказать о том, что мы, кроме коллег из Петербурга, обратимся еще к коллегам из Томска. И сегодня в одной из анкет, которые заполнили, там прямо было написано и есть вдохновляющие опыт Томска. Я связался с Никитой Александровым, который руководит муниципальную службу по сохранению памятника в Томской мэрии. И он как раз начал с того, что это инерция представления о томске, как по передовому. Он действительно много удалось сделать. Но какова схема, как это случилось, то есть в чем Иркус по его мнению ушел вперед. И это вот очень интересный вопрос. То есть случилось это так, что в 2004 году, то есть, ну уже полтора-десяти летия назад, тогдашний мэр Макаров, имя которого многие, наверное, слышали, потому что он сел на 10 лет потом за не за деревянным наследием, а за операцией земельного участка. Он развернул мне программу по застройке центра Томска и поднялось общественное противодействие. И вот это противодействие продолжалось в течение года, и в ситуацию вмешался тогдашний губернатор Крест. Благодаря губернатору Кресту было вмешательство в Томске было очень многое, тем более, что городская область сменилась и были так приняты активное усилие по сохранению и развитию. деревянного наследия эта история продолжалась в течение 10 лет, сделано было много, но в 2014 году, когда сменилась городская власть, ситуация стала кардинально меняться, и Томск как раз опять оказался сейчас перед проблемой, как удержать то, что удалось сделать, как допустить уничтожение исторической центры. кто был в Томске понимает, что это значит. Но эта проблема стоит опять, и в чем считает Никита Иркутск на несколько шагов вперед, я могу это подтвердить, бываю на каких-то конференциях в Западной Сибири, это в том, что иркутским профессионалам гораздо больше удалось разработки темно-наследия, сохранения наследия, объявления памятников, умывания памятников и так далее. То есть в Томске профессиональное сообщество в этом смысле оно выглядит в общем бледло. Но и то, что случилось с Томском, случилось благодаря общественной мобилизации, которая бывает противодействия, когда действительно вопрос встал. А в Екатеринбург мы обратились к Дмитрию Маслину, одному из лидеров градозащитного движения в Екатеринбурге попросили, он сейчас по скайпу смотрит, что здесь происходит, но мы попросили его записать заранее, где он рассказал об опыте Екатеринбурга и Перми и с точки зрения позитива и неудач. И мы сегодня слушали это очень любопытное вопрос эссенции попозже не в пускай. Всем добрый день, Меня зовут Дмитрий Москвин, я из Екатеринбурга. Меня попросили рассказать о том, как в Екатеринбурге осуществляется работа по сохранению объектов культурного наследия, по тому, как горожане могут повлиять на эту ситуацию. Сразу оговорюсь, что каких-то сильно ярких, позитивных примеров у нас, к сожалению, нет, несмотря на то восприятие города и активистской позиции горожан, извне, которая существует в российских масс-медиа. У нас есть несколько примеров более-менее интересных, адекватных по тому, как можно повлиять на сохранение памятников в истории архитектуры, но каких-то сильно ярких примеров, реновации, реставрации, пожалуй, что и нет. Из последних таких ярких событий я бы, наверное, обозначил рубежную дату, марта 2012 года, когда в центре Екатеринбурга был фактически уничтожен комплекс здания-пассажа, построенного основателем Муральской архитектурной школы Константином Бабыкиным в 1925 году. Все это называлось реставрацией, точнее реконструкцией, и фактически здание исчезло, полностью уничтожив ансамбль площади 1905 года, центральной площади Екатеринбурга. Это было очень таким знаковым событием. В течение месяца более, ну, несколько сотен горожан проводили акции протеста, собирали подписи, пытались организовать мероприятия в защиту этого здания, но девелоперская стратегия была гораздо сильнее. И вот с этого момента стало понятно, что нужно что-то делать, что несколько сотен человек — это крайне мало. В городе началась такая волна популяризации конструктивистского наследия, авангардной архитектуры 20-30-х годов, и за последние 7 лет конструктивизм стал своеобразным брендом города, города, у которого каких-то этого ярких архитектурных объектов, как считалось, в принципе-то и нет. И сейчас, конечно, там самые популярные экскурсии, выставки, форумы, круглые столы, все проходит вокруг этого. Но в этом году мы столкнулись с ситуацией, когда мы начали терять объекты конструктивистской архитектуры, несмотря на то обилие мероприятий, которые были созданы в ее защиту, в ее популяризацию. Это действительно такая больная тема этого года. Буквально месяц назад был снесен комплекс бани, построенный в 1926-1927 году, прекрасно сохранившийся, использовавшийся все 90 лет своего существования. Снесен полностью кинотеатр «Тэнп» на Уралмаше. Это все каменные постройки, достаточно капитальные, но их сознательно доводили до руинирования, до заброшенного состояния, чтобы потом объявить, что они не обладают никакой ценности. Здесь важнее построить какой-то комплекс. Из более таких позитивных, если примеров, то, конечно, все ссылаются на Белую башню, водонапорная башня на окраине соцгорода Уралмаш, которая 50 лет не использовалась по назначению, стояла фактически открытая для различных городских, так скажем, практик. Молодежь очень любила там сидеть ночью, разводить костры, рисовать на стенах, но 5 лет назад башня была передана группе молодых архитекторов в доверительное управление, и они попытались сделать там такой своеобразный музей. Сейчас эта площадка работает в летний период для посещения туристами, организованными группами. Она защищена от вандалов, произошло застекление оконных проемов, установлена железная дверь. Все это помогает, позволяет Белой башне быть таким интересным действительно объектом, интересным примером, но без какой-либо пока что реконструкции, реставрации и наполнения в течение всего года какими-либо событиями. Не хватает ресурсов, прежде всего финансовых, организационных, ну и, конечно же, людских. Из памятников конструктивизма, ну, наиболее для меня интересный пример, сейчас разворачивается в городе Перми, в рабочем поселке Мотовилиха, где силами самих горожан, силами всего лишь нескольких энтузиастов, начавших эту работу 10 лет назад, уже 6 домов переведены от управляющих компаний в такую форму, которая называется непосредственное управление. Это когда горожане, жители этих домов, сами полностью занимаются всеми вопросами благоустройства, наема компаний по проведению ремонта, вывозу мусора и так далее, и так далее, и так далее. И там главная задача – это вернуть всему комплексу рабочего поселка его историческое состояние. Дело в том, что он построен по проекту Ханаса Мэйера, директора школы Баухаус, оказавшегося в Перми в 30-м году. И, собственно, это действительно очень интересный, яркий комплекс. И вот уже несколько домов полностью отремонтированы. Сделано однотипное остекление, максимально приближенное к историческому. Очищены фасады, меняется двор. В общем, объект действительно начинает жить. Это совершенно потрясающий образец. Пока что за пределами Москвы мы не видели еще ни одного подобного примера, реновирования силами самих жителей авангардных жилых комплексов. Возвращаясь в Екатеринбург, конечно, самый яркий пример последних двух лет – это борьба горожан за городской пруд. Была попытка со стороны нескольких олигархов и губернатора построить на территории, на акватории городского пруда на искусственно созданном острове храм высотой в 70 метров в стиле Василия Блаженного. В течение года был проведен практически беспрерывный комплекс мероприятий по недопущению этого строительства. Был создан комитет городского пруда, горожане объединились. В этот комитет вошли самые разные люди. Это была горизонтальная структура, без лидеров, без какой-либо политической ангажированности или привязки к какой-то организации. Абсолютно низовая горизонтальная структура. Люди самых разных интересов. Там были и православные, которые говорили, что им не нравится, что строительство храма планируется на акватории, это не по православным. Там были сторонники Путина и противники Путина. Там были те, кто никогда не интересовался историей города, и они считают, что городской пруд – знаковое место, и там просто недопустимо что-либо строить. Мы провели выставки, мы провели серию авторских экскурсий, рассказывая об истории городского пруда и о том, как город на протяжении 300 лет развивался вокруг него. Мы провели сублотники по очистке берегов городского пруда. Мы проводили ежедневную информационную кампанию, работая вместе со СМИ, и повышая значимость и понимание этой значимости городского пруда в истории и идентичности города. Это была действительно важная и интересная работа, сложная, естественно, но надо отдать должное, что журналисты очень активно отозвались, потому что в городе все понимали, что это абсолютнейший бред – строить что-либо на акватории городского пруда. Это единственный объект вместе с плотиной на реке, которые остались в городе от XVIII века. С момента основания Екатеринбурга больше не осталось ничего. То есть в городе полностью уже уничтожен весь слой XVIII века. От XIX осталось порядка 200, наверное, строений, уже не представляющих из себя цельной исторической застройки. И, собственно, эта борьба увенчалась успехом. Спустя год после создания комитета губернатор вынужден был озвучить тезис о том, что строительства на пруду не будет, что оно будет где-то на берегу. Но в течение прошедшего года пока никаких серьезных действий по началу строительства на берегу городского пруда предпринято не было. Мы считаем, что это, конечно, своеобразная победа, давшаяся таким измурительным трудом, противостоянием. Но при этом она пока что не тиражируема вовне. Дело в том, что подобные вещи, это, конечно, очень сильно зависит от контекста. Мы сейчас это очень сильно в Екатеринбурге понимаем. Дело в том, что спустя всего лишь несколько месяцев после решения вопроса по пруду подобная технология не сработала в защиту телебашни. Может быть, все видели, в СМИ российских это было. Был произведен подрыв башни, телевизионной башни, построенной в конце 80-х годов, 220 метров высотой. Также по решению губернатора и нескольких олигархов для расчистки этой площадки, якобы для строительства ледовой арены. Точно так же объединялись люди, проводились митинги, делались культурные акции, ничего не помогло. То есть в этом смысле, конечно, какого-то однозначного рецепта нет. Но мы можем сказать, что чем больше людей вовлекается через информирование, через поиск самых разных аргументов, почему то или иное здание ценно, не только как исторический объект, но и как социокультурный, как один из параметров локальной идентичности, тем эта работа, возможно, будет успешной. Спасибо. Так, вопросы к Дмитрию мы можем задать вам сейчас. А вот это мы спускай. Хорошо, Дмитрий, спасибо большое. Что? Меня поразило в этом ролике, когда вы... Дмитрий, здравствуйте. Меня поразило в этом ситуации... Слушайте, для искусства мне как-то будет довольно невероятно, когда вы говорите, что все эти жители включились, но этого обрадалось недостаточно. Ну или мало, и нужно больше. Вот есть ли какие-то по цифрам, или как вы себе видите, какое примерно количество может стать и быть критической массой для вот таких историй? В том же Екатеринбурге мы увидели это на примере. Значит, вот труд выходили... У нас акции назывались «Окними труд». На последний акт вышло около двух тысяч человек. Труд не застроено. Параллельно с этим начала разбиваться история со сносом ДК в районе Химаша. Там выходило по разным оценкам до трех тысяч человек, и ничего не происходило до момента, пока не пришло ответное письмо из администрации президента. То есть впервые в нашей практике вообще администрация президента не просто отослала бумажку обратно в администрацию губернатора, а вдруг написали, что взяли это под особый контроль. То есть, соответственно, тут совершенно могут быть разные сюжеты. Когда сносили телебашню, тоже были митинги, это был большой городской резонанс, и если бы хватало времени, можно было бы не зимой, в начале весны проводить эти акции, например, выпало бы на начало лета, то вполне возможно, что вышли бы многие тысячи горожан. Вот, не хватило этого времени. Но даже вот с этим ощущением, что город против, это не помешало взорвать башню и уничтожить таким образом сложный, непонятный, но для многих это символ старого советского Свердловска. Дмитрий, скажите, а вот такой вопрос, что должно быть в городе, чтобы это могло состояться? То есть, есть какие-то, собственно, Свердловские, Кременбургские парты, которые позволяют вот это в таком успешном противодействии состоять? Собственно, в любом городе. Нет, да, мы сейчас анализировали, как это все выглядит. У нас такое ощущение, что, конечно, это может быть везде, потому что просто речь идет прежде всего о новых способах коммуницирования. Люди очень быстро мобилизуются благодаря современным социальным сетям, а прежде всего даже мессенджерам. И вот опять же у нас есть история, она не про памятники, а про экологию. Район Академический, это грандиозная стройка на окраине Екатеринбурга, 300 тысяч человек рассчитано. И там весной этого года начали вырубать березовую рущу, собственно, ради которой часть людей покупала дома именно в этих кварталах, чтобы увидеть это из окон. И моментальная была мобилизация. То есть они в течение нескольких дней подняли до 700 человек, провели стихийную акцию, и до сих пор, в общем-то, продолжается эта история. То есть работают вот эти технологии. То есть им надо правильно пользоваться, правильно находить аргументы, что это не просто, если мы говорим о памятниках, что это не просто история, что это вот наше прошлое. Это людей совершенно, как правило, не впечатляет. Нужно диверсифицировать аргументационную базу. Вот у нас по кругу было для самых разных категорий. И про экологию, и про историю, и про рекреацию, и про то, что многие бегают, и то, что там плавают на лодках. Ну, в общем, самые разные факторы для задействования. И все это позволило дойти до разных людей и по максимуму мобилизования. Но делается это, конечно, в лишних условиях, прежде всего, через современные способы коммуницирования. На СМИ мы меньше всего помогаем. Хотя они, конечно, со временем тоже эти темы стали воспринимать более грамотно, более профессионально. Но как называли очень деревянные дома в Екатеринбурге баранками, все деревянные дома, и не важно. В 19 век там были, это двухквартирные двухэтажные дома начала 20 века. Это все идет в категории баранки. И в этом смысле работы предстоит еще, конечно, тоже мало. Спасибо большое. Я вас не исключаю. Можете следить за дискуссией. Спасибо огромное. Я вот на один момент хотел обратить внимание на реплику на полях веке Дмитрия. Вот для меня дом растушен, да? Гагарин 32. Это не столько сам по себе цельный объект, сколько это та часть набережной, изъятие которой набережную делает другую. То есть набережная – это не просто некий архитектурный облик, это еще и то, что связано действительно с срожей набережной, с срожей бульварной дариной, с жизнью окупиан, как живущих в центре города, так и не живущих, и оправе на набережную, оправе на то, чтобы набережную из меня вообще превращать в какое-то чередование из коровцев, с коровцев и домами. Мы вернемся к тому вопросу, с которого мы начинали. Наверное, те, кто себя причисляет к горожанам, которые профессионально может быть не имеют отношения к тому, чтобы заниматься этой темой, для которых это важно. Есть ли у вас какие-то комментарии на тему того, что вам мешает, что могло бы вам включиться, и может быть какой-то запрос к эксперту, профессионалам? Здравствуйте, меня зовут Курдопакина Ирина, я представитель инициативной группы Первого поселка управления КЭС. Я бы хотела с вами поделиться нашим опытом в борьбе за наш деревянный квартал, который администрация в прошлом году признала аварийным и хотела его снести. Немножко расскажу предысторию. Вы, наверное, все были в районе управления КЭС и видели, да, вот этот прекрасный первый поселок, который, на наш взгляд, является также частью истории нашего города. То есть мы считаем, что не только дома, которые входят в список, являются памятниками, но также определенные кварталы, определенные дома, которые туда не включены. Данный район был построен в 1956-1957 годах для персонала, который руководил строя... Близко, держу, да? Нет, нет, просто реклама. Да, да, да. Значит, для людей, которые строили КЭС, работали, обслуживали, ну, как бы в основном для, так скажем, КЭСовской элиты, да, вот именно первое поселок КЭС. Это не бараки, это абсолютно хорошие, благоустроенные дома, в которых есть и ванны, и туалет, и находятся, они в хорошем состоянии, они построены из лиственничного бруса, они стоят на хорошем бетонном фундаменте. Мы, как жители, не видим в них проблем, таких, которые, ну, как бы могут их признать аварийными, подлежащими сносу. Тем не менее, в прошлом году, ну, так скажем, видимо, по инициативе определенного застройщика, которому пригоденулась данная территория, администрация признала данный район аварийным, полностью 16 домов, подлежащими сносу. Как правило, сказала Марк Григорьевич, администрация знает, как, что делать, чтобы все было как бы четко, какую бумажку под какую бумажку положить, чтобы в итоге получить нужное решение. Так произошло с нашими домами. Были нужные заключения, нужных экспертов, которые, безусловно, дали нужные, ну, администрации, да, заключения о том, что дома являются вообще абсолютно непригодными для проживания, хотя они таковыми не являются, все эти заключения, но, по сути, вот не соответствуют действительности. И на основании этого в Межиномственной комиссии признала аварийными. Вот я почему решила выступить, я хочу помочь, наверное, вот ответить на вопрос, как мобилизовать жителей, да, вот на сохранение деревянного наследия, и как удалось это нам. То есть, ну, понимаете, у нас дома 8-квартирные, 16 домов, то есть 128 квартир умножить там на количество, ну, человека 3, наверное, в каждой квартире проживает, мы занялись мобилизацией населения. Мы, первое, что мы сделали, безусловно, мы обратились в те инстанции, которые только возможно, там и прокуратура, и там службы жилищного надзора, мэр, губернатор, президент, все, что только можно, мы испробовали, результаты мы не получили. И единственное, которое нам принесло результат, я считаю, вернее, два момента очень важных. Первое, это то, что мы смогли мобилизовать людей, мобилизовать жителей, то есть мы объединились, мы смогли создать очень серьезную, как бы, инициативную группу, которая не только обращалась в те инстанции, но и охраняла эти дома. Мы очень боялись, что нас всех сожгут, потому что мы настолько боролись серьезно и вот, ну, практически охраняли каждый дом в период всей нашей борьбы. В итоге ситуация разрешилась, тогда я сейчас просто, результат, в результате ситуации разрешилась следующим образом, то есть мы собственными силами, собственными юристами, как бы, обратились в Свердловский суд, выиграли, у нас было 16 дел, мы выиграли 16 дел в Свердловском суде, далее администрация не остановилась, продолжала тратить государственные деньги на борьбу с нами, мы выиграли также все 16 апелляций в областном суде, то есть на сегодняшний день дома, ну, то есть вот эти решения признаны незаконными, и мы сейчас работаем над тем, что мы эти дома восстанавливаем в программе капитального ремонта. Так вот, я хочу сказать, что объединяться можно, объединяться нужно, и больше всего, наверное, вот проблему уничтожения деревянных домов, наверное, поймут люди, которые в них живут, вот действительно, вот вы сказали, вы живете в деревянном доме, я живу, это совершенно, ну, как бы, другие дома, это не дома панели, не дома кирпичные, они прекрасные, районы у нас замечательные, если мы сейчас несем эти дворы и застроим их просто многоэтажками, наш город совершенно, ну, потеряет свой облик, поэтому я вот, как бы, со своей стороны готова поделиться своими контактами, у меня очень, как бы, сильная инициативная группа готова оказывать всяческую поддержку, да, ну, при помощи нашей уже объединенной группы, и я думаю, таким образом мы с вами сможем в городе создать вот то общество, да, которое будет отстаивать решение серьезных вопросов. Нам говорили, вы не справитесь, администрация, да вы что, да вы куда идете, но мы справились быстро и продолжаем бороться. Кроме того, хочу сказать, это все последнее, последнее предложение, эта ситуация нас многому научила, то есть пока мы не пришли вот к этому моменту, да, что все, вот вы сейчас можете вот потерять этот квартал. Мы, знаете, вроде бы жили, вроде бы ходили, ну, как бы на работу домой и не до конца понимали, насколько это важно. А сейчас, вот, столкнувшись с этой ситуацией, у нас есть планы по развитию данной территории, у нас есть планы, как мы будем ее благоустраивать. Мы сами где-то делаем ремонты, где-то кратим, что действительно обыкли делаем. Совершенно вот руководитель Иркутский квартал об этом сказал. Надо вовлекать людей в уход за собственными домами, тогда они будут больше понимать их значимость. Спасибо. Я слушал... Я слушал... Я слушал... Сейчас... Пусть индивидуально. Нет. Я слушал ревину и думал, возможно ли это в центре города объединение. Здесь же лучше не в районном доме, у меня большие сомнения будут. Что касается в городе Псал, может быть... Здравствуйте, Андрей Генкеров. У меня такая идея возникла, что в Московском В зоопарке есть фирмы, которые следят за каждым животным? Может быть, если всего тысяча памятников, прикрепить просто каждому памятнику каждому конкретному человеку? Ну, неважно, это олигархи, как я поняла, основная проблема – это быстро реагировать на то, что происходит. Безусловно, надо создавать вот такие инициативные группы, этим группам взаимодействовать. Тогда мы сможем организовать людей сами по себе, они не организуются. Я бы говорю, собственно, опыт. А вот моя проблема с тем, что я не очень понимаю, что мы зачастую сохраняем, поскольку в моей голове существует какое-то огромное, большое деревянное наследие, но точечно я не понимаю, о чем мы иногда говорим. Поэтому, мне кажется, тут важно сделать такую систему, учитывая, что время увеличивается, и системы становятся другими, технологии как-то улучшаются. Мне важно, чтобы я шла мимо дома, который мне понравился, когда я буду просто понимать, что я защищаю, собственно говоря. И когда я на него обращаю внимание, мне очень важно понимать, в чем что-то про него. И поэтому, если бы была какая-то система, я не знаю, может быть, мобильного приложения, или еще чего-то, когда я иду и по спутниковой карте могу нажать, условно говоря, на дом, и у меня там будет, условно говоря, описано в стиле, в чем его ценность, что, ну, да, какая-то вот историческая стравка, может быть, совсем кратенькая. Я просто буду понимать точечно, о чем мы говорим, потому что вот сейчас это одно большое, простите, прекрасное ничто. Юля, а можно вопрос сразу? Ты в создании такой истории в каком-то качестве готова поучаствовать? Абсолютно. Отлично. Да есть такой проект уже готовый, в Кипедию откроют, там есть все исторические... Послушайте, проблема... Пейте, секундочку. Вот, я просто реплику сразу. Это прекрасный проект, я не спорю, но это большая, очень неудобная платформа. Я говорю про историю, которая походе может быть, да, где-то в некотором смысле. Будет людям помогать. Мне не нужна статья на пять тысяч знаков. Мне нужно три абзаца, где мне очень четко будет написано «Обрати внимание вот на это, и вот это классно, больше такого нигде нет». Будет и наличник, не знаю, там, дверь или что-то еще. Спасибо. Ну, да, вот, например... Представляете, пожалуйста, статья. Я сказала, что это дизайнер, мне тоже это дело очень близко. Как в Панфеях, например, когда ты идешь и есть вот это интерактивное приложение, оно тебе раскрывает этот город намного сильнее, чем когда ты пользуешься просто маленьким гидом и выживаешь книжки, совершенно другой эффект. И у нас в Куркутске ничего подобного нет. Нет, например, карты, где в интерактивной застройке показаны, оставшиеся уцелевшие куски вот 19-го века, 18-го, сначала 20-го нету интерактивной карты, хотя все возможности для создания есть. И у нас люди действительно не понимают вообще в целом, чем они владеют, почему то, что мы еще сохранили значимые, условно говоря, области, застройки деревянные, насколько для нашего города это колоссальное преимущество перед остальными. Просто не понимают. Ну, соответственно, мы ничего для этого не делаем. Есть зеленая линия, как минимум. Сейчас я вас даю микрофон. Возможно, в прятки вреда переговорить с компанией Дубльгис и сделать это как слой в карте. У них есть такие функции, да. Ну, либо Хуарфод. Пожалуйста, не долго ждать. Я считаю, раз уж горожане собираются. Я зовут Александра. Я заинтересована на горожане. Во-первых, есть у нас несколько проектов, которые направлены на то, чтобы иркутяне, сами горожане. Кто заинтересован, тот ищет. Но я так считаю. Если тебе надо, чтобы тебе показали, ткнули, ну, это не интерес, с моей точки зрения, например. И есть вот сейчас тоже, по-моему, по всему городу разведшины баннеры про проект в поле зрения. Текунол, по-моему, да? У них в Инстаграме прекрасно развернуто рассказывается обо всех зданиях, которые требуют какого-то внимания, в том числе общественного. Поэтому, как говорят, дело спасения, дело руку топающего, здесь то же самое, считаю. Мишон, я маленького реплика вставлю. Да, пожалуйста, а то я ее вставлю. Я хотела одно вещь сказать. Я давно скажу с этой мыслью, хотя я, в общем, тема архитектуры или деревянной архитектуры не самая моя существенная тема, но тема права на город, тема включения горожан, и меня, как горожанин, в том числе, потому что город происходит для меня важно, но для этого задевали в свое время проект, какой может быть, все только знает город иначе. И продолжаем его дальше. И я вот здесь, с одной стороны, да, я согласна с тем, что невозможно все время ждать, что придет Москва, губернатор, мэр или кто-нибудь еще, Эдуард Дипунов, в том числе, да, который нам что-то обустроит. Но, с другой стороны, есть отличные проекты, но они выполняют свою функцию. Википедия выполняет свою функцию. Проект, в поле зрения, выполняет свою функцию, он не решает вопроса целостного видения того, а что у нас и где. Потому что, я знаю по себе, я живу тоже в центре города, и давно работаю здесь, и ты иногда, ходя мимо, и даже внимательно глядя по сторонам, можешь не замечать, как что-то исчезло. Или заметить, но это с годами уходит. Поэтому, вот мне кажется, очень важная инициатива или попытка подумать о том, можем ли мы коллективно подумать с наличием людей, пишущих, с наличием людей, которые занимаются программированием, дизайном и так далее, с Иркутскими, когда у меня проблемы, и профессионалами проблемы тоже нет. Возможно, эта история возможная. Причем, здесь есть вариант с дубальгисом, а есть вариант создать карту с несколькими слоями, по которым в том числе видно, какие, когда памятники, деревянные здания исчезали, да, по годам, что на их месте стоит сейчас. иной слой, это то, где памятники, где средовая застройка и что-то еще. Это, в принципе, задача, но она объемная, она действительно серьезная, но она, как сказала, мы давим из этих тысяч зданий, и тем более не все у них деревяшки. В принципе, задача решабельная. Я передам микрофону, у меня такая большая просьба к этой или другой истории, просто я пущу блокнот, да, имя, контакт, и, может быть, коротко, если вам, для вас это интересно, телефон, электронная почта, как вам удобнее, может быть, чем бы вы могли поучаствовать в любой, не вредно в этой истории, какой-то связанный с домами, чтобы у нас, хотя бы как результат вот этого нашего сегодняшнего собрания, сохранились контакты у нас, мы их выложим, и они будут, по крайней мере, по запросу додаваться, общий доступ к нами, через чок. Я на вас оценивала сумму и время, я честно скажу, года четыре назад, когда я об этом думала, но для меня это самый главный вопрос в том, что я готова взяться за какую-то часть, этой работы и в том числе координацию ее, но я как бы при наличии других проектов, я понимаю, насколько один, я или одни мы в центре, не в состоянии взять на себя, то есть для нас это скорее вопрос даже не в поиске людей, хоть это важно, но я понимаю, как это решается, это скорее вопрос возможности разделить ответственность за разные блоки проекта. сложить усилия именно в направлении разными блоками. Вот, и редко, на полях, конечно, в социальных сетях это все очень хорошо, но это то, что ты смотришь сейчас и досугой, а то, что плетенок повседневный, это совсем другое, совсем другое ощущение нужности и важности, не просто как информация, а как вот того, что тебя окружает, как-то мы полностью сказать ничего, что ее вы сказали. Я тоже просто хотела комментировать, Катерина, что очень важно вовлекать новых людей, то есть человек, который уже интересуется, он может открыть еркопедию и что-то еще, а человек, который вообще не интересуется, он может быть и не против заинтересоваться, но он об этом не задумывался, и если попадется в многое взаимоотношение, то мы обретем новых соратников. Ольга, у меня есть предложение, вот здесь есть людей, которые владеют рекламной реконструкцией, у нас есть часть населения, которая относится к себе, креативщикам, и рекламная фирма, у которых на балансе есть рекламная конструкция, к сожалению, сейчас-час не согласован, он прорезает, станет меньше, сейчас закончится компания по законодательному собранию, объявить акцию, пригласить, поговорить с людьми, которые имеют рекламную конструкцию в обслуживании, они же горожане, скорее всего, с ними провести такой разговор, разработать макеты идейные, но с разными зданиями такого деревянного нашего сообщества, и развешивать в одиннажды, в одиннажды день по всему Иркутску. В этот момент как-то встречаются журналисты, и вот такая массированная атака на знания происходит, с такой вот акцией, акция про дублируется по всем видам интернета, и так далее. Люди-горожане, которые бабушки, дедушки, которые не все входят во всякие телефоны и там смотрят информацию, они тоже смотрят на эти щиты, и все оказываются в поле времени. Вот эти фотографии, а это надо старый Иркутск, история, вот эти красивые здания, история людей. Масса. Здравствуйте, Алексей Петров, история. Я иному спрашиваю, если нам нужна, то есть, Таша, моя помощь, проект «Исчезающий Иркутск», у меня уже больше шести листинных историй, из них четыре дома уже нет, они исчезли на моих глазах, мы написали истории, а вот там раз, ночью дом исчез, например, на Буре в Караме, они просто заятся, если они говорят, вот вы знаете, мы сегодня утром встаем, а дома нет. Он просто... Байкальская горная? Да, на Городове в Караме. Потом, например, некоторые дома, например, на пересечении Дзержинского и Грязного, их смесли, потом построили трехэтажные собречки и следственные депутаты в фондаре в Санкт-Петербурге. Поэтому, соответственно, вот такие истории уже есть, написаны, но можно им тоже подать с письмом. Лёшка, где на Туре? Замечательно, что проект появился в «Иркутске», но уже 20 лет назад говорили о необходимости выставки того, что потеряно в Иркутске. То есть выставка, которая бы привлекла внимание к этой проблеме. До сих пор этого нет. Сейчас Алексей, потом будет хорошо. Это первое у меня по последнему выступлению. На самом деле профессионалы, которые занимаются писанием памятника, они не способны делать популярные короткие тексты. Во-первых, перегружены своей работой, и во-вторых, они не в поле общественного действительно этого движения. Они могут помогать материалами, направлять и прочее. Мы попытались на площадке ВАПИК создать молодежную группу, которая вот эту информацию превращала в журналистов профессиональных. А у нас почему-то пока не получилось. Если есть желающие и журналистов, и сообществам это вести постоянно блогерством, сотрудничество сертипедии, наполнять, наполнять. Ради Бога, материала очень много. И в врачу, и в службе, и на руках у специалистов. Это первое. Второе, я вот уже выступал на площадке ВАПИК с предложением создать ассоциацию как раз вот этих жителей деревянных домов. Они бьются, как облют. Мирусово друг друга не знают. Что я с нами тоже не знаю. Если, например, такая ассоциация появится, я отлично точно буду участвовать, помогать информацией элементарной, разбираться. У нас громоздкие вот эти вот административные регламенты, работы с документацией, с памятниками. Это все надо разжевывать, это на самом деле все просто. Вот все шарахаются в памятниках, потому что на самом деле не знают, во-первых, во-вторых, напугают, что это сложно. Не сложно. Извините, сегодня построить новый дом на центре города так же сложно, как это реставрировать. Но там же машина работает, в реставрации не работает. И надо просто упрощать в мозгах людей. Все эти регламенты, они на самом деле читательные и понимаемые на самом деле. И вот при этой ассоциации надо создать, я давно уже понял для себя, консультативный центр для всех желающих, которые хотят действительно покрасить ток. У нас Аркутский квартал занимается всего 13-ми кварталами. А у нас 100 с лишним в центре города. И не только деревяши. Вот действительно, как быть с тем, что хочу подремонтировать полку, покрасить на речни. Это все просто делается на самом деле. Нужна профессиональная поддержка тех желающих, которые хотят занимать все. Надо создать это. Вот я не буду это создавать на самом деле. Ассоциация нужна уже хотя бы потому, для того, чтобы не ссылались все время на жители деревянных домов, а в каких условиях они живут. Чтобы знали, что и жители деревянных домов, которые держатся за эти условия жизни. Олег, вы хотите... Вопрос... А не кисли. Да, для меня во всей этой истории сегодня три вопроса. Стратегия, тактика и общественное мнение гражданское. общество. Все это разъединено. Ровно сорок лет назад сегодня мы открыли экспозицию в музее города. Был архитектурный факультет основан Смейровичем. И мой преддипломный проект назывался восстановление и реконструкция центра Иркутска. Поэтому мне эта тема близка. я достану обещаю, что я достану свою пояснительную записку, где, собственно, я отвечал на все те вопросы, которые сегодня здесь задавали. И как нужно строить в центре города, и что сносить, что не сносить и так далее. Но я сейчас не буду об этом говорить. Для меня вопросов здесь нет. то есть стратегия. Я недаром задал вопрос про главного архитектора города. Ну и когда я работал архитектором, то я помню, что для того, чтобы построить дом в центре города, я, наверное, месяца два или три ходил и утверждал у него фасад здания. И вот личная ответственность чиновников это та стратегия, которая сегодня мешает или помогает этой проблеме. Она не решена совершенно. И не решив вот этот вопрос, то есть общественное мнение должно выявлять героев, так сказать, пофамильно этих чиновников называть. У нас для этого сейчас все есть. У нас есть для этого сайты, у каждого есть блог. Давайте вы спросили, что мешает. Да ничего нам не мешает. Ничего кроме собственной трусости вообще называть эти фамилии и непосредственно обвинять виновников. А они получается есть. Я вот разум его спросил, и он мне ответил. Главный архитектор все-таки отвечает за это. Так давайте его спрашивать в конце концов. Это что касается стратегии и еще дальше. При отсутствии общего концептуального плана вообще и вообще идеи все-таки отсель досель откуда докуда мы будем этот Иркутск сохранять или не будем его сохранять. Все вот ваши вопросы личных так сказать пристрастий сносить этот дом не сносить вопросы экспертов с их личным субъективным мнением сохранить его не сохранить они будут не решены они будут плавать потому что все это будет решаться взятками и личным вкусом и до тех пор пока вот вы Сергей Юрьевич работаете вне общего вот этого в отсутствие вот этого вот генерального плана общего общепринятого генерального плана сохранения реконструкции и восстановления центра Иркутска вот даже ваша великая работа будет точечной к сожалению вот это то что касается стратегии теперь тактика очень коротко это моя конкретная идея которую я буду долго и всегда постоянно пытаться донести все что вот сегодня самое первое самое тактическое необходимо для нас и для общественности тут могут волонтеры быть задействованы это создание музея полигона архитектуры Иркутска куда вот сегодня мы уже должны признать все мы уже не сохраним очень много зданий в том числе и вот дом рассушенный скорее всего снесут так вот хотя бы хотя бы чтобы очистить свою совесть и сделать задел на будущее нужно вот этот дом не в стальце отвезти а нужно где-то в городе в центре города создать вот такой заповедник куда свозить хотя бы эти трупы этих домов это нужно просто насущная необходимость нужно решить сегодня это небольшие деньги абсолютно небольшие это все делается руками волонтеров студентов архитекторов и так далее и вот мы все равно видим что мы этот дом теряем этот дом теряем этот завтра будет снесен и так далее ну давайте хотя бы мы снимем наличники хотя бы снимем эти стены возьмем возьмем эти двери и хотя бы соскладируем потому что сейчас они просто исчезают завтра эти детали станут бесценными драгоценными элементами для как раз обновленного ирожка но лучше я еще думаю насчет точечного решения мне кажется обвинения каких-то людей потому что они ну вот так нечестные решения принимают это же такая же точечная вещь мне кажется нужно концентрироваться не на поиске ответственных или виноватых а на том чтобы вот эти люди если они принимают такие решения под давлением нужно концентрироваться на том чтобы их защищать это заводовление чтобы они знали что их не просто уволят где-то в тихушку так же как этот дом сносит а что общество за ним будет защитить можно одним образом если они смогут оперируют к общественному мнению от которого точечка и если они будут сами согласны отстаивать эту точку а он же подписывает против а не за я готов я готов заступаться за главным архитектором если он будет как бы отстаивать позицию старого дорогие коллеги у нас 5 минут мы завершаем не слышно вот памятники которые внесены в реестр они хранятся государством но они хранятся ну как-то чисто формально то есть огородят забором и больше не вспоминают заборы эти постоянно разрушают заселяются бомжи и в результате дом сгорает так же было с домом на Тимирязево который сейчас восстанавливает в районе рынка он два раза горел потому что эти заборы постоянно вскрывали и там были бомжи вот значит я со своей стороны взяла под опеку один дом который входит в приезд охраны памятников он находится в рабочем в районе Казанской церкви вот он значит ну вроде закрыт ну окна двери но бомжи значит регулярно вскрывают заселяются и я значит уже третий год я регулярно звоню в администрацию в районах значит в службу охраны памятников требую чтобы все эти двери двери окна закрыли но они не слишком быстро но реагируют заколачивают снова это все вскрывается я снова звоню и так вот третий год идет и я думаю что если кто-то тоже возьмет под опеку какой-нибудь дом то мы можем что-то сохранить сами так у меня последний вопрос мы уже завершаем последний вопрос Марту Мейровичу можно я маленькую предупрежу до этого я вот все время сегодня об этом думала у меня сформулировано предложение но как раз какая-то фантазия есть на которую я смогу туда взяться не буду по сути но буду по форме мне например для меня человек который есть такой какой есть меня очень смущает и всегда торгает когда мне говорят постыдись ты виноват ты должен взять на себя ответственность и если он сможет сказать дорогие друзья знаете что я взрослый человек я пойду сама и решу за что взять на себя ответственность но хотя я понимаю что это может быть вполне разумное предложение его от корма отделить я вот в последнее время думаю можно ли в таких ситуациях не только бороться не только мучиться и не только страдать и через боль что-то делать иногда и это нужно и важно и без этого бывает сложно но может ли это быть каким-то частью удовольствия образа жизни радости когда мы о чем-то говорим не с болью а с нежностью например в городе в том числе и вот как только вот такой маленький комментарий мне кажется что для разных людей подпредит разные вещи некоторые люди любят баррикады некоторые любят сборы и столкновения а некоторые любят что-то другое и они в этом другом могут быть тоже вполне эффективны и полезны и главное может быть счастливы и город чувствовать других лучше чем через столкновения хотя это тоже для кого-то вполне комфортная форма можно конструктив переведу да вот только что здесь была большая большое сборище я не знаю как называлась склада по поводу современного искусства и пример как средствами современного искусства делая акции привлекать внимание к такого рода проблем например с брусчаткой в Калининграде когда на каждой брусчатке которую возил мэрии цена 2 евро потому что именно столько стоит одна брусчатка и процесс с этим был восстановлен и вот найти возможности средствами перфоманса каких-то акций да вот которые действительно просто привлекать внимание к этому Наташа мы завершаем значит оживить саму тему перевести ее из-за режим права на город мы этим распоряжаться должны в том числе и таким образом чтобы это жило какой-то современной жизни совершенно верно Марк и Сергей к вам просто вопрос то есть вот сегодня если посмотреть на наш сегодняшний разговор с точки зрения и мы когда планировали думали что это выявит все еще отсутствие коммуникации между профессионалами и любителями так скажем да или уже можно выстраивать какое-то системное взаимодействие и думать о конкретных шагах что к этому готовы твои впечатления ты можешь с вами объявить сегодняшний нет я по-прежнему остается неопределенность да не совсем понял не совсем понял что еще речь идет о том что нет необходимой коммуникации просто как бы профессионалы занимаются ирианным аркутском остальные роли болельщиков потому что не понимают друг друга взаимодействуют или взаимодействуют не нужно не превышает действия вроде все профессионалы высказались я кстати не профессионал в области а хранитаж все вроде высказали что за то чтобы общественность подключалась видела проблемы вовремя реагировала поддерживала делала известными объекты культуры там много моментов мне кажется мне важно наверное профессионалам разного свойства некоторым профессионалам в области охраны разговаривать с теми кто является предпринимателем это два разных мира охрана профессионалы в области охраны предпринимателей и горожан и вот мне кажется вот этой тройной коммуникации не хватает и предпринимателей не до почему предприниматели профессионалы в области охраны и горожане. И предприниматели, ну да, потому что субъектом, который искажает эти объекты, сносит, не власть является. Хотя по своим программам власть многое субъекты по расселению. Здесь как бы возможность понимать друг друга. Они как будто из разных миров. Стоят с разных сторон. Эти кричат про охрану, а эти кричат про бизнес. Как бы без охраны. Хотя на самом деле они могут про одно и то же и те выгоды извлечь, и эти объекты сохранить. Мне кажется, вот этого диалога нет. И горожане бы своим поведением, не знаю, своим любовным к этим объектам, они, если бы ходили в объекты, которые расположены в памятках чаще и тратили там больше денег, то, наверное, предпринимателю было бы интересно, например, его сохранять. А если горожане игнорируют, не живут и разваливаются объекты, то почему предпринимателю туда будут вкладываться эти объекты? Там сложная-сложная конструкция. Я так совсем, может быть, бегло про них говорю. Спасибо. Ну, мы завершаем. Вот, нашего центра я могу сказать, что да, что могу сказать, что с точки зрения профессиональных, да, специально-исследовательских, мы готовы включиться в создание действительно живой, интерактивной карты и выживление этой карты. Как человек, живущий в деревянном доме, могу сказать, что я не могу взять на себя организацию, ассоциации, живущих в деревянном доме, но включиться полностью готов, то есть отдать профессиональные ресурсы и другие и помочь в это дело включить кого-то из моих друзей, знакомых, которые живут в деревянных домах в центре города и которые переехали в деревянные дома именно для того, чтобы жить в деревянных домах. Вот. Я говорю, что ищите организатора, лидера, но вот Дмитрий там говорил, что они смогли горизонтально то есть то есть 5-6 горизонтально 3-5-6 Вот один нужно спустить и мы знаем, что там вот. Да. Надо сначала какой-то нам ресурс, где мы сможем общаться, наверное. А мне кажется, этот ресурс есть. Это же вы создали. Далее уже, я думаю, процесс пойдет с определением людей, которые какую-то иерархию будут оставлять потом, чем будут заниматься, потому что у нас как бы цель у всех одна, те, которые мы собрали, сохранить деревянную среду города Иркутска. Поэтому нам нужно как-то коммуницировать и я думаю, что процесс должен развиваться, потому что жители-то хотят сохранить, просто они не знают, как это сделать и как помочь. Их надо объединить. А есть мы публикуем отчетов об этой дискуссии. отчет мы публикуем, но еще один момент, который так субордный в голову пришел. Есть такая практика, я не знаю, насколько она эффективна вообще, но она существует в Томске в апреле, ежегодно проводятся некоторые пикет-митинг-встречи, в последний раз, по-моему, там был Томсойерфест, вернее, представление его. То есть некоторая регулярная встреча, вообще тема с регулярностью чего-то, это насколько она нужна, не нужна, адекватно, неадекватно. Я не лезь, сменится. Может быть, и возникновение какого-то прецедента для того, чтобы обсудить и принять решения по каким-то мерам. Ну, то есть, как вы говорите, что стал вопрос с уничтожением конкретного памятника, да, вот дали буквально две недели, чтобы каким-то образом удержать эти бульдозеры, которые приедут, его снести. Может быть, в этих ситуациях какая-то общественная встреча может помочь, ну, или, может быть, в виде социальной сети или как-то, потому что все же люди занятыли. Ну, вот опыт пикета, по-моему, был очень положительный, но надо их продолжать, а другого пока нет у нас. Но... А может быть, эти бандеры мы используем сейчас, в эти две недели, что Ольга говорила, хотя бы, ну, визуально распространить информацию о том, что есть такая история в городе, да, сейчас, такого-то конкретного дома. И бандеры не приняли решение на встрече. Да, мы за разговором с системностью сейчас упустили с судьбой конкретного дома. Вот он, да. проявление в текстуре, чтобы и оттуда была она начнут это подготовить. вновь, я не могу. Что-то другое, может быть, за эти две недели мы должны еще что-то сделать, потому что вот, звучал же срок две недели. И кто вообще знает о том, что в памяти долготучном предприятии снесли? Может быть, какие-то рассылки в социальных сетях, какую-то информацию надо распространять? А давайте Марка Григорьевичу спросить. Что можно сделать Марк Григорьевич, тебе поможет вообще, если выйдет тысяча человек на улицу? Вот это поможет решению вопроса в прокуратуре? Коллеги, был такой случай, когда по подавлению в районе по приказу сверху приказ о не включении в рейс так был отменен. Та же самая сложная обменена собственных приказов. Я так думаю, если инициативная группа от общественности нет арсенала экспертов на скорой ленинке, боятся и не хотят видеть, а общественники запишутся например к губернатору и в это все выскажут и попросят отменить приказ. Я думаю, у него не будет повода отказать. Но эта акция пока не не существовала в нашей области. Рекулы добивались таких встреч действовала. Сколько пустят? Сколько милиции ниже на лавке пустят? Надо все время его записать с утра до вечера. По одному это больше вопросов. Не обучу можно разных, но по одному тому же вопросов. В стране город Рекул называют спящим городом. Здесь все спит. Здесь процессы идут дольше, здесь решения принимаются дольше, здесь народ спит. Поэтому если отвечая на твой вопрос, Олег, если по какому-то поводу будет собираться тысяча человек, это единственное, что может повлиять на решение власти. Сегодня власть смотрит только на то, как реагировать население. Все. Все остальное она уже научилась форматировать так, как нужно для обеспечения принятия принятых ею решений. То есть, еще один собственники, они сказали, мы готовы рассмотреть предложение по сохранению. Я не знаю, насколько они искренне, насколько они лукавят, но они сказали, мы готовы рассмотреть предложение, потому что у нас нет бизнес-модели, которая очевидно толкает нас к сносу. У нас нет бизнес-модели. Поэтому как бы наши слова о том, что ребята здесь можно создать просто такой заповедник деревянных домов. Вот различные использования, в том числе очень с нашей точки зрения экономически выгодные. Они приняли, опять же, не знаю, в какой мере, если, не в какой, просто для того, чтобы снять немножко напряг. Но мы сказали, напряг мы не снимаем, мы все равно будем продолжать дальше, Дмитрий об этом сказал, действовать так, как мы наметили. Открытое письмо губернатора уже ушло, ну и так далее, и так далее. Но мы договорились, что в течение этих двух недель Дмитрий разумом обещал за свои деньги просто привлечь архитеков, они разработали проект на всю эту деревянную территорию. И мы договорились, что мы будем обсуждать этот проект как вот такое предложение от общественности. Еще один миф, с которым они пришли, и мы надеемся выбить уник из головы, что реконструкция, реставрация экономически невыгодное дело. Это не так. Дмитрий, который сам для себя дом отреставрировал, живет у него на бабушке, говорит, что стоимость одного квадратного метра меньше ему обошлась, чем стоимость одного квадратного метра многоэтажном, крупно-панельном, кирпичном, бетонном современном доме. многоэтажном даже, все равно меньше. Поэтому, что касается дома рассушенной, вообще всего комплекса, потому что речь не о доме рассушенной, это просто назрело. А во всем этом комплексе, чтобы от дома генерал-губернатора до переулка Ярослава Гашика, до этого каменного везда, до танкла в деревянных домах, он остался, получил вторую жизнь. Мы попробуем в течение двух недель как-то этот вопрос порешать. Дальше будет видно, если что, соберем вот с помощью центра еще раз такую встречу или расширение. Ну, то есть, понятно будет, что действует. А может быть, они его продадут. Все, ребята. Марк Григорьевич, ну давай вот еще раз конкретно. Через неделю соберем еще раз людей примерно в том же месте. Просто для поддержки, для напоминания. И для тренировки, так сказать, нашего гражданского общества. Ну, почему бы нет? Да. Олег, есть такая история когда пытается решить какие-то задачи, очень часто допустим, писать об этом в СМИ. Наверное, журналистам это было довольно регулярно. Есть какая-то проблема, они говорят, давайте еще, давайте еще. Мне кажется, что чистота не всегда верна. иногда слишком часто хуже, чем редко. Поэтому, наверное, все-таки должна быть какая-то логика еще и во встрече. Нет, но логика подсказана. Логика необходима. Сейчас, людям, которые занимаются этой проблемой, необходимо опереться это не только центр города, не только памятники. И это важная тема, потому что это тема именно жизни в деревянных домах, как жизни в чем-то органичном для Сибири и для города, да, и которая может быть основой рекордском своеобразии, а не только из общества. Третья тема это тема создания интерактивной карты и возможности повседневности знать, повседневность узнавать, что представляет ту или иную ценность. Четвертая тема это тема перформанса, акционизма. И может быть начинать здесь надо именно с какого-то дня, посвященного дня в городе, который был бы посвящен регулярно ежегодно и традиционно, который был бы посвящен Иркутскому дереву. То есть как способ привлечения внимания, ничего внимания еще не привлечено. У нас город мигрант, вы не забываете, да, и трудовой образовательной мигрант, и Иркутс-центр миграционного притяжения один из четырех властных. Миш, я хочу, пользуясь случаем, пока все не разбежались, поблагодарить журналистов, потому что вот в этой ситуации я, честно говоря, был поражен, насколько личностно люди, это было, это не было редакционным заданием в 98% случаев. То есть это просто люди вот по душевному порыву, как носители гражданского чувства, пришли со своими профессиональными возможностями, и все средства массовой информации это бросили. Я думаю, что вот эта ситуация довольно сильно обескураживала собственников, и вот по этому пути она потом стала развиваться, потому что в обычном случае бульдозер бы наехал на второй день после, или в тот же вечер. А здесь другое развитие ситуации. я считаю, что только благодаря первое массовой информированности через СМИ, второе благодаря все-таки тому, что тысячи человек подписали эту петицию, это довольно много для вот такого случая и Иркутска. И третье, что как бы мы пошли вот этим публично открытым путем, а не просто попытками убедить службу в том, что им надо соответствовать своей деятельности федеральному законодательству. Я последнюю ремарку скажу, чтобы нам всем уже спокойно можно было пойти. Вот мы собирали анкеты буквально сегодня создали небольшую гугл-форму с вопросами и было их в 12-16 штук там был этот момент, который звучал следующим образом. Ну, то есть просто фраза из контекста, что мы надеемся на большого дядю, который решит наши проблемы, а никто их решать не собирается. Либо нужно что-то менять в сознании людей. Это невозможно. Либо выбирать группу лидеров. Если бы с ними не написали про экспертизу по Дома Рассуршина, никто бы не узнал, что местные эксперты что-то там делают по теме. Можно сказать большое спасибо прессе, но никто не говорит. Я бы хотела только закончить на том, что спасибо прессе говорится и сейчас, и сказано, спасибо экспертам говорится и сейчас, и я думаю, будет говориться еще. И вот этот вот момент, когда мы все делаем не все идеально, и можно делать всегда лучше, но на такой вот как-то хочется завершить, что есть возможности у нас всех, и может быть подсказки иногда, особенно если они благожелательные в форме устроены, они работают, и спасибо тоже работает хорошо. Поэтому спасибо, что пришли. Спасибо. Ассоциация жителей генеральных домов, я думаю, есть такая штука президентский грант, и там есть именация патриотизма, а у нас патриотизм почему-то и с ним не надо, воины, интернационалисты, война и так далее. А вот. Игра так, Стаса и правительства.